здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала меня зовут ольга сегодня я с вами хочу поделиться как я плела своих гномиков маленький гномик у меня сплетен из трубочек накрученных на спицу 1 миллиметр ширина полосы 7 сантиметров большой гномик сплетен само основание сплетено из таких же трубочек то есть на один миллиметр а шляпа внизу вот здесь вот разница вот видно где верхняя часть именно сплетена из трубочек накрученных на спицу один миллиметр а нижняя часть плетена из трубочек накрученных полтора миллиметра так как покрашена шляпа ссылочка сейчас на ваших экранах появится здесь покрашена покрашена морилкой орех два раза здесь покрашена морилкой мука два раза внизу я плела точно также потому такому же принципу как я плела желудь ссылочку на это видео сейчас вы видите у себя на экране ушло на большой на большой гномик на низ у меня ушло примерно 75 80 трубочек на шляпу на большую у меня ушло около 300 трубочек на носик у большого гномика у меня ушло где-то 6 7 трубочек я плела по вот этому шаблону мой салатник 13 с половиной сантиметров диаметр круга через которые проделаны отверстия 15 с половиной почти 16 сантиметров и шапочка хорошо села я беру диаметр у меня 15 сантиметров прибавить 2 сантиметра на оплетание на выплетание шапочки это диаметр должен быть 17 сантиметров то есть если я на маленьком промежутке сейчас отмечу шилом отверстие буквально чтобы маленькая перемычка осталось на таком расстоянии каждый луч я сделаю еще одно отверстие уже для большого гномика для его шапочки и буду вставлять сюда стоечки кладу на возвышение немного утяжеляю плетение чтобы не съезжал круг закладываю просто трубочки для плетения шапочки и начинаю плести веревочку в три трубочки проплетаю один ряд чтобы закрепить стоечки и перехожу на веревочку в две трубочки сейчас вот они у нас у меня трубочки в разные стороны ничего первый ряд всегда плести трудно так замечаю первые первую стойку откуда вышло закрываю ряд 2 перед 1 за плиту еще один ряд в этом ряду буду делать укороченные ряды стойки стараюсь ставить по прямой вот это у меня будет сзади место перехода здесь я делаю подъем для носика для закрепления ставлю зажима верхнем ряду я буду делать разворот укороченные ряды буду разворачивать веревочку в три трубочки для того чтобы повернуть веревочку в три трубочки это у меня прямая веревочка я поворачиваю все трубочки на начинаю с вот этой вот чтобы не было перехлёста поворачиваю проплетаю следующую трубочку поворачиваю ее и убираю за и вот последнюю трубочку мне осталось проплести третье я ее поворачиваю и убираю за получается сейчас вот это вот у меня опять вышли три трубочки и застойчик так как я в эту сторону плела прямую веревочку обратно я плету обратную веревочку из трех трубочек вот отсюда должна быть третья трубочка повернута раз два три значит первую я буду здесь разворачивать вторую я буду здесь разворачивать а третью буду разворачивать на этой вот мне кажется подъем маленький поэтому я меняю зажим на зажим побольше и вот эти переставляю на одну стоечку так как шляпа будет большая буду делать подъем побольше при плетении стоечки стараюсь ставить прямо если очень резко закруглить то форму шляпы получится ну вот такая вот совсем не похожий на шляпу гнома разворот делаю также как на крышечке для гнома домика то есть для пакетиков для чая ссылочка сейчас появится у вас на экранах на это видео делаю разворот еще один чтобы поднять плетение еще больше разворот буду делать вот на это теперь трубочки она должна быть крайне на одну спускаюсь значит раз два три разворачиваю первую трубочку убираю за стойку следом разворачиваю вторую трубочку убираю за стойку и разворачиваю третью трубочку и убираю за стойку плиту ряд обратной веревочки в три трубочки плиту ряд веревочки в три трубочки еще один а теперь прокапываю клеем в обычном чтобы не сместилось когда я буду делать загибку чтобы подъем остался на месте одну трубочку убираю в плетение буду плести веревочкой две трубочки дальше немного сужают стоечки очень плавно чтобы не получился резкий переход для того чтобы у шапочки не пошел быстро конус на сужение я вот придумала ставить внутрь здесь вот у меня банка из-под клея обернутая и там внутри песок насыпан маленькая баночка из-под клея по диаметру как раз она туда подошла мне сейчас я уже проплела достаточное количество это достаточно высотой это где-то у меня 10 где-то 10 сантиметров высота и теперь я начинаю чуть-чуть сужать не быстро понемногу также плиту веревочка в две трубочки по кругу только немного сужают плетение нарастила стойки добавила потому что еще плести и плести те которые короткие остались я их срезаю добавила проплела один ряд и срезаю не так чтобы срез оставался снаружи внутрь проплела где-то до высоты 27 сантиметров я начинаю проплетать 2 вместе соединять и передние которые впереди вот у меня здесь отмечено передние стойки 2 я стараюсь их стараюсь все плетение наклонить сюда вперед проплетаю два ряда сделаю укороченные ряды чтобы еще поднять шапку вперед наклонить ее доплела вот получается до центральной делаю разворот чтобы перехлёста не было трубочки освобождаю делаю разворот и плиту назад то есть одну один ряд укороченного укороченных я сделаю рядов так и назад я плиту обратно веревочкой чтобы нарушать рисунок доплетаю оставляю один центре и делаю опять разворот так я один разворот я этот буду делать один раз чтобы у меня наклонился вперед конус дальше я плиту опять по кругу очень узко стала плести срезаю еще по одной стоечки плита я пару рядов заплетаю пеньки в плетение внутрь плести становится проблематичным поэтому я соединяю 2 в 1 я нахожу свои трубочки с которых начинала наращиваю другую сторону теперь оттягиваю плетение на себя и буду ушки делать у шапочки плиту прямую веревочку так мне надо проплести несколько рядов пять или шесть в зависимости от вашего размера вашего основания горшочка и все время отгибаю удобнее конечно плести на коленях сейчас я это возьму на колени и буду плести и так плиту несколько рядов постоянно примеряю шапочку примеряю свою шапочку к основанию к личику здесь она в принципе я считаю что хватит уже мне а то оттопыривать ее сейчас я еще теперь чуть-чуть здесь вверх еще чуть-чуть я проплету замечаю откуда я начинаю укладывать изи изиду продолжаю плести веревочку из трех трубочек и следом к ней укладывать стоечку и укладываю стоечку где чуть-чуть не хватает я так и оставлю не буду наращивать стойку она закроется вот следующим прижмется плиту веревочку и закрываю ближайшую стоечку как плести изиду у меня разобрана на канале подробно видео ссылочку вы сейчас увидите на своих экранах там где стоечки большие срезаю и вот убираю сюда вот плетение сразу их так как я плела не закрывая ряды то и здесь продолжаю плести не закрывая ряды так веревочку у нас должна уйти вот за этот а стоячок у нас должен туда спрятаться стоечка должна тут быть так далее рабочие трубочки эти которые остались я срезаю и пенечки заправляю вплетение когда буду грунтовать я придам ее форму чуть-чуть она у меня и так имеет замкнутую вперед но я сейчас еще и вот так вот поломаю чтобы она замкнутую форму приобрела отсюда когда буду грунтовать и здесь вот она формы которые я которые я хотела добиться то есть вот подносик поднято здесь вот так сделано теперь буду грунтовать пока высохнет буду делать носик так как у меня гномик будет большой ему нужен будет большой носик поэтому я внутрь вот из фольги скатываю шарик коричневую бумагу взяла цветную обернула шарик из фольги и накручиваю как на клубок нитку трубочку у меня расплющена предварительно тут у меня уже она нарушена несколько раз потому что будет нужно длинная трубочка формирую шарик когда по размеру уже вот я считаю что мне достаточно такого носика и вот доплетаю и завожу где-нибудь куда-нибудь ее прячь трубочку внутрь второй шарик пришиваю как бубенчик накручиваю крышку этот теперь проклеиваю клеем чтобы кончики не распустились придать упругость подробное видео о том как обработать готовое изделие после того как вы его сплели вы можете посмотреть по ссылке у вас на экране своих гномиков я грунтовала грунтовка плюс лак и после этого скрывала лаком это все что я вам хотела сегодня рассказать желаю вам успеха во всех ваших начинаниях подписывайтесь на мой канал находите меня в социальных сетях контакты я оставляю в описании под видео а также там вы найдете много полезной информации и ссылок задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу спасибо вам за внимание до свидания